Усолье Строгановское – заповедник с мировым именем. Именно отсюда шло руководство добычи соли на промыслах. Именно здесь шли балы и сюда приезжали как домой известные промышленники. В 90-е годы этот комплекс едва не был потерян в руинах. Сюда даже приезжал снимать один из своих фильмов – известный режиссер Станислав Говорухин. Вернемся снова на Урал. На другом берегу Камы, напротив Березняков, Усолье. Ну а таким Усолье предстает перед нами сейчас. Ярким и интересным, наполненным событиями. Не зря символ Усолье – птица сирен. Чем-то она схожа с фениксом, который имеет уникальную способность возрождаться. Вот и этой территории, уже однажды возрождавшейся после 90-х годов, предстоит еще более расцвести и стать лучше. Благодаря проекту «Регенерация культуры», рассказывает Ольга Сафрашенко, руководитель проектного офиса Усолье Строгановское. Березняки с ним одержали победу на пятом всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Он проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2018 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Подведение итогов состоялось на Всероссийском форуме «Малые города и исторические поселения» в Нижнем Новгороде 27 августа. Наша задача сделать так, чтобы территория, на которой будет реализовываться проект, это почти 18 тысяч квадратных метров, и это тот самый исторический центр Усолья, вот это вот так красиво называется историческое ядро, территория перед Спасо-Преображенским собором, территория, которая уходит в сторону монастырских зданий, в сторону палац Строгановых, вот этот вот большой кусок. Эта территория, она, во-первых, немножечко изменит функциональное предназначение, точнее говоря, она его вернет. Впервые разработан такой проект, в котором учтены и современные требования, и исторические реалии, так что в Усолье на первом этапе его реализации появятся важные с туристической точки зрения объекты. Так будет выглядеть входная группа заповедника с теплым павильоном, так арт-объекты. Появится даже детская площадка, будет благоустроена набережная. Всего же на такой проект запланировано 69 миллионов рублей, из них федеральные средства составят 50 миллионов рублей, почти 14 миллионов рублей направит муниципалитет, и чуть более 4-х планируется привлечь из внебюджетных источников. Особую значимость проекта регенерация подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на выездном заседании правительства Пермского края в Березняках. Мы намереваемся за несколько лет сделать такую мека для туристов не только Пермского края, но и российских туристов, и туристов, которые приезжают из-за границы. Будем всячески помогать здесь муниципалитету. Вообще-то такой краевой проект, где мы привлекаем еще внимание частных инвесторов, спонсоров, чтобы, собственно говоря, раскрыть это место, и чтобы оно преобразилось и стало привлекательным для всех. Большая работа на объекте выполняется муниципалитетом совместно с Министерством культуры края уже в этом году. Ведется обустройство подъездных дорог, прокладка коммунальной инфраструктуры к основным зданиям. Местные власти занимаются также и вопросом развития гостиничного кластера вблизи музейного комплекса. Ведут переговоры с частными инвесторами. Кусоль часто называют Уральской Венецией. Что ж, надеемся, что в ближайшем будущем оно станет столь же популярным, как и его европейский туристический собрат. Любовь Битнер, Кирилл Яранцев, Никита Игнатьев. Наши новости. Продолжение следует...